Ёй, чувачки, ну чё, мы возле входа на арену? Ёй, это реальный паркет. Только я не понимаю, как это работает, откуда идёт свет. Ну, это LED-экраны. Длинный или короткий? Короткий. Ёй, чувачки, мы с Максом Дуэтом отправляемся в Казань на фиджитал игры. Да. Ну чё, мы пришвартовались в аэропорту Казань. Поедем сейчас в отель Grand Hotel Kazan. Офигеть, чуваки, место, где будут проводиться фиджитал игры, прямо возле аэропорта. Мне кажется, это суперудобно будет, нет? Для чувачков, которые будут приезжать со всего мира в столицу Татарстана. Продумано. Кодовый флор. И все двери отыкнут. Слушайте, ну тут так уютненько, классно. Можно воды попить из кулера. Сейчас колям приднести. Сейчас затестим. Как удобно, прямо рядом мусорка. Ну, закинь шутейку какую-нибудь, чтобы не пролистали, вот как ты наливаешь воду в кулер. Ну, я просто покажу лайфхак, парни. Просто вот так делаем. И ничего не надо нажимать. Ну, бро, я бы пролистал, если честно. Школьник. Жестко. Мы на фиджитал игры. У нас завтрак, наверное, включен? Да. Слушай, ну как движуха вообще-то? Слушай, единственное, чего не хватает, это нормальных медиакоманд. Типа, ну, знаешь, там, Фудроц, Реалити. А родины медиа, что они? Бэйсмент. Не, они были. Я выгляжу, что недостаточно. Но он нас не собирается назвать. Ну и Хуп с ним. Такие, чувачки, интересно посмотреть, какой номер нам приготовили. One, two, three. О'кей. Чуваки, сейчас хочу затестить мягкость кровати. Кайф. Коля, 24-годика. Я на себя посмотрел сейчас и понял, что у меня завтра днюха. Гадем, мне исполняется 24 года. И что-то Максик мне хочет подарить. А днюху у меня через... Час. Я ему прикупил подарочек. Так как он фрик, я ему подарил плюс-минус фриковый подарок. Но думаю, он кайфанет. Но гоу, посмотрим на его реакцию, пацаны. Открывай, бедолага. Здорово. Ой-ой-ой-ой. А че там, бро? Там фриковость. Бро, ты знаешь, че мне нравится? Вот ты засранец маленький. Дай посмотри на эту фриковость. Она такая богатая фриковость. Ай-яй-яй, братик, что там такое? То, что тебе давно пора было приобрести, но ты приобретал это все дешевое. Окей. Кадем, бро! Кадем, бро! Братик, ну давай, ютитюня. Большой родной. Снюхай, ёпт. Скоро у тебя там? 24. Да, ну нормально. Скоро будет 52, ёпт. Чуваки, вот моя коллекция пополнилась. Подарочек от Макса. Это подарочек с ВБ. И это тоже с ВБ. По бокам стоит по 400 рублей. Ну давай я скажу, окей. 1030. Больше. Да, я просто скажу, полтос. Ровно полтос. Кайф, спасибо, Максик. Ё, чуваки, утро, Казань. Мы выбрались на прогулку. Утро было непростое. Мы забыли, что у нас экскурсия. Нас сопровождают две милые дамы, которые покажут нам всю красоту Казани. Мы познакомим вас с нашими зрителями. Это Анна. Я Анна. Анна и Регина. Анна и Регина. Регина наш гид. Экскурсоваться на сегодняшний день. Ладно. Буду куратором. И сегодня мы намерены увидеть всю красоту Казани. Мне, кстати, подписчик подарил вот такую шляпу давно. Это значит, что он мне люто выразил респект и принял типа за своего, да? Прошел посвящение в татарина. А у нас входит в программу типа сделать чак-чак своими руками? Ты ел чак-чак? А какие есть традиции у татар, кстати говоря? Подготовлены к такому. Есть традиции, которые сохранились, и вот молодежь их чтит. Вряд ли. Молодежь ничего не чтит уже. Рад, что вообще мы с тобой всего столько делаем. Это вообще такой кайф. Мне так это нравится, брат. А тебе? Да, плюс придерживение. Пошел отсюда. Заходим в сувениры. Колян, я так понял, ты хочешь себе что-то приобрести, да? Ну вот, можешь тебе ложечку, Коля? Как будто есть смысл в этой штуке. Неплохой выбор. Да, такой обдуманный. Бро, этот конь лутый похож на тебя. Будет валяться дерьмо, я скажу, вот этот похож на тебя, понял? Не, обижусь. Скажите, пожалуйста, вы популярный, да? Нет. Здрасте. Здорово. Как дела? Нормально. Иди своей дорогой, друзья. Класс. Ты же любименькая, однако. Ты же любименькая, Казань. Иди своей дорогой, дружок. Мы на месте, парни. Проделали большой путь, чтобы зрить. Хочется заценить уже этот какой-то не реальный паркет. Чуваки, я говорю, сейчас несколько секунд, и вы увидите реально этот корт, этот паркет, как это все происходит. Это реально словно в мультике, какой-то спейс джем на ваших глазах. Подпишешься на канал Хубс? Я уже подписана на ваших глазах. И вот, девочки, начнем у нас возле входа на арену. Тут пока все готовится. Идет масштабная подготовка. У нас есть возможность игроку побыть на том самом паркете. Вперед! Вот это я поднимаю. Базара нет. Объективно, это реально очень круто. Это реальный паркет. Только я не понимаю, как это работает, а как будто идет свинь. Ну, это LED-экраны под этим. И накрыты, видимо, каким-то полупарком, паркетным этим. О, реально это. Знаешь, что за материал? Как будто стекло пластмассовое. Ну, а пока Коля Сайкин лежит, мы пойдем посмотрим кубок. Чем-то похож, кстати, на типа киберспортивную, реально. Типа КС-очка какой-то, мейджор или типа того. Сейчас нам покажут нашу любимую игру. Да. Ура, ты. Есть. Полянка, как обычно, завес контента. Как обычно, упал. Друзья, кто не знает правила вообще фиджитал-баскетбола? Сначала ты играешь на симуляторе, то есть это NBA 2K до 21 очка. И затем чуваки играют прямо на паркете, который состоит из LED-экранов. Это реально очень круто. Вживую супер выглядит. Кто набрал больше ящков, кто ты выиграл. Все максимально просто, но уровень, бля, реально на высоте я такого в жизни еще не видел. У каждого игрока есть пульсометеры. И можно посмотреть, какой у кого пульс. Ну, бля, вот это на самом деле прикольный. Я бы на каждого игрока цеплял, понял. И смотрел, допустим, счет там, ну, профессиональный баскетболе там. 90-90 счет. 90-89, ему надо штрафной заменить, я бы смотрел, какой он пульс. Можем позанимствовать для наших челленджов. Ё, чувачки, вышел этот Кибер. Счет позволяет. Большой открыт. Очень интересно наблюдать за ним, как он будет реально передвигаться, двигаться. Но это очень круто, что он сейчас на паркете, бро. И промок, в итоге владения будет Лоло Баскет. Они за... Ты видел, как он засейвил сейчас оператора? Да, красавчик, Игорь Ильич. Он реально старается взаимодействовать. Вот здесь вот уже действительно может что-то напломиться. Гулище временем под кольцом. Здесь что-то появил, просто огромная интрига. Сейчас мы находимся на студии аналитики, где немножко пообсуждаем, что мы сейчас узрели. Будешь там себя слышать? Закывать, да? Сейчас, сейчас, да. Короче, смотри. Если ты не слышишь, просто от 1-1 научно. Ну, такое может быть. Но говори, как вы. Это медиа-команда ХУПС. У них 4 мульта на ютубе. Это Коля Сик и Хэй Макс. Салют, парни. Салют, салют. Салют. Как будто из какой-то фантастической игры или фильма, типа Space Jam. Я так понимаю, что очки как раз, чтобы не ослепнуть. Да, да, да. У Коли сегодня день рождения, поэтому официально поздравляем Колю в прямом эфире. Накидайте классов и комментариев. И дарим тебе шапку Fidgetel. Игр будущего, для того, чтобы ты прикрыл наконец-то это позорище все на затылке. Спасибо большое, ребята. Очень приятно. 24 года. Как вы думаете, смогли бы вы собрать команду, которая была бы конкурентоспособна здесь? На паркете точно составим, а вот в NBA нужно потренироваться. Ну что, мы находимся возле важного для Казани исторического места. Казанский Кремль. В основном, вот очень холодно. Ничего не могу поделать. Но лицо прям как будто минус 40. От прогулки все равно я бы не отказался, брат. Вопрос. Длинный или короткий? Что лучше? Это к нему, к нему, к нему вопрос. У него с этим проблемы. Но по-разному, смотря, что ты хочешь получить. Я хочу получить результат такой же, как у вас. Тогда короткий. Кстати, Казань, она считается спортивной столицей России. Поэтому нас жестко любят здесь наши подписчики. Есть такое? Такой моментик есть, да. Если сюда приедет весь мир, то Казань отлично их примет. Спортивная Казань, да. Потому что город к этому долго сам готовится. Ну да. Поэтому все под контролем. Велком. Ну что, сейчас будет игра 2 на 2, бро. Против комментаторов, чуваки, зарубимся сейчас. А! Найс, колян! О! Чуваки, вы видели, что произошло? Я делаю все, что я говорю. Да, Макс, здесь твое должно быть поле. Макс, здесь. Коли бегусь. О! О! Гуд гейм, гуд гейм. Чувачки играют в NBA 2K. Здесь вообще, я так понял, можно вообще пробиться. И VR, и какие-то танцы. Масса всяких прикольных игр. Красные человечки бегают. Чем быстрее ты двигаешься, тем быстрее они двигаются. Окей. Короче, чуваки, на скорость. Что ты на скорость? Котлета, кола. Вау, пебешки. Ай! Кидай. Нормально все, все нормально. Бро, ты ударил живого человека. Сейчас снова направляемся в студию аналитики. Какие у вас планы на ближайшее время в плане выпуска контента? Мы хотим продолжить рубрику игры против профессиональных клубов. В принципе, то же самое снять с ЦСКА, с Зенитом. Поиграть тоже 3 на 3 после неплохого выступления на Кубке России. Хотим пройтись по профессиональному классу. Понравилось, да? Понравилась эта история? Вы отлично себя проявили на самом деле. Я, как человек, который делает вид, что он что-то понимает в этом виде спорта, я прям очень сильно удивился. Если вы хотите увидеть Хубсов в следующем фиджетал-турнире, то заходите в ВК, пишите комментарии, оставляйте отзывы. Привет, чуваки, пришли на автограф-сессию. Такое столпотворение, пацаны. Ну, это наша автограф-сессия. И тут, пацаны, тут просто не прорваться. Тут просто не прорваться, пацаны. Ну-ка, давай, покажи, сколько тут людей. Да, да, да. Парень, ну зато можете место себе выбрать, как бы. Я вас могу. Спасибо, мэра. Коль, вот ты на сколько можешь прыгнуть? Я, по-моему, даже мы замеряли, да? Сантиметров на... С дивана просто прыгнуть и все. 180 с дивана. Так, как тебя зовут, бро? Женя. Почему я букву «Д» написал? Брэ. Как тебя зовут? Демил. Демил. Кирил. Я меня обсуждаю Демил. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пойдем вот так. Давай. Пока. 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 Ну что, пацаны, вот мы и автографировали автограф-сессию с Коляном. Ну, в принципе, прикольно. Круто. Казань нас любит, братик, что еще сказать. И мы их тоже. Чуки, вот и закончился наш трипчик в Казани совместно с Fisital Sport. Поэтому, чувачки, давайте вместе следить за этим спортом, то, как он развивается. Обязательно подписывайтесь на Hoops. Ставьте ваши пальчики вверх. Let's get it. Пау-пау-пау. Всем пока. Спасибо за просмотр.